Добрый день! В одной из затемненных комнат, которую представлял Дэвид, была подобная девочка, фигурка девочки, это была проекция. Девочка эта шевелилась и находилась в углу все время. И что меня поразило, что эта работа напомнила мне мою работу. На самом деле это фотография с моей инсталляции в 90-х годах, где я делала такую работу. Вообще, работа Дэвида, он известен своими такими очень приватными инсталляциями, где фигуры человеческие находятся в таком одиночестве, в каких-то таких приватных пространствах. И освещены обычно таким светом, что они кажутся реальными. На самом деле это проекции. Это опять же моя инсталляция, которая в принципе формально была решена так же, как и Дэвида. Это меня очень удивило, и я решила познакомиться с Дэвидом Хоффесом. Когда мы познакомились, разговорились, мы выяснили, что мы оба мыслим совершенно одинаково. И в профессиональном плане, и в личном плане. И оба попадаем под так называемый аутистический спектр. Ну что такое аутизм? Аутизм это психоневрологическое расстройство, которое характеризуется тем, что человек отказывается от всяческого контакта с внешним миром. В тяжелых формах никакого контакта вообще не происходит. Но так как аутистический спектр очень широк, то он имеет свой позитивный спектр, сторону спектра. Иначе этот синдром называется Аспергер. И синдром Аспергера считается в научном мире, ученые считают, что человек с синдромом Аспергера напрямую связан с гениальностью. Дэвид также занимается такими инсталляциями, как он имитирует различного рода катастрофы. Вот меня тоже всегда очень интересовали различные рода катастрофы, землетрясения, там, самолет разбивается, разбивается, такое прочее. Вот это просто фотография с одной инсталляцией Дэвида. Но я не делала никогда никаких работ на этот счет. Поговоря с Дэвидом, я опять же возвратилась к своей работе, которую показывала в Киеве в 1996 году. Проект назывался Sugar Plum Vision и был посвящен как бы истокам художественного творчества, которое, в принципе, я искала в своем детстве. И я начала изучать опять, я вернула к своей инсталляции, начала ее опять изучать и обратила внимание на эту фигуру. И я вспомнила, что это на самом деле был доктор-психиатр, который меня обследовал в детстве вот у нас в Киеве в каком-то психоневрологическом диспансере. Человек этот был очень ласковый, он всегда улыбался. И на самом деле его сходство я гарантирую с оригиналом. В конце беседы он попросил меня нарисовать ему что-то. Видно, это как-то по медицинским стандартам, это что-то должно было ему многое сказать. Потому что психологически я была совершенно нормальным ребенком, я просто не разговаривала, все время молчала. Я нарисовала ему своего любимого гнома. На самом деле я вам раскрою секрет. В детстве я этих гномов могла рисовать просто тысячи подряд. Но там в тот момент я решила нарисовать одного и все. А почему я решила нарисовать только одного? Я решила, если я нарисую еще одного, меня никогда не отпустят домой. Я всегда запрут в этом заведении. И я положила ручку, карандашик и все. И меня отпустили домой. Я считаю, что в тот момент я и поверила в силу искусства. И с того момента мой путь как художника был определен. Аутисты в нашем обществе считаются почему-то людьми с ограниченными умственными способностями. Я не понимаю, почему. Например, Никеев утверждает, что чем больше у человека ограничений, тем больше у него спектр для фантазии и творчества. Но вы все помните фильм «Рейнмен. Человек дождя», где Дастин Хоффман замечательно изобразил своего прототипа. Ким Пик. Ким Пик обладал феноменальной информативной памятью и зрительной. Но это только лишь одна часть тех способностей, которыми обладают аутисты. Вот, например, известнейший художник-аутист нашего времени Стефан Вилтшер. Стефан смотрит на свой родной Нью-Йорк и потом изображает его во всех малейших деталях и подробностях по памяти. Ну, если говорить об аутизме как явлении вообще, не только психологическом, а социальном, то эту картинку вы можете наблюдать, наверное, каждый день в троллейбусах, метро, когда детки, просто их нет в этом мире, они в своем находятся в мире. Офис – та же самая история. И дома – та же самая история. На самом деле, возвращаясь к моему проекту, который открывается сегодня, я хотела показать в этом проекте то, что аутизм не есть некая ограниченность, а наоборот это состояние, в котором заложены потенциальные творческие человеческие способности. И часто уникальные. Ведь творческий процесс, он невербален. Первый творческий импульс, на самом деле, начинается на невербальном уровне. Потом он становится вербальным, даже постфактум, когда уже прошла выставка, когда уже ты выставил продукт своего творчества, и о нем начинают говорить или писать. Все, что мы видим в галереях сегодня, на самом деле, это формы, которые нам рассказывают на ассоциативном уровне. Это не иллюстрация, это не ренессансные замечательные полотна, иллюстрирующие то или иное событие общественное. Ведь, начиная с XIX века, искусство повернулось, в принципе, вогнутрь человеческих чувств. А немецкий философ Шеллинг нам прямо сказал, что путь к истине лежит через интеллектуальную интуицию. А интеллектуальная интуиция может оперировать только гениальный ум. А гениальный ум только присущ либо философам, либо художникам. Вот так сказал Шеллинг. И с тех пор пошло-поехало. Символизм, футуризм, кубизм, все, что хотите. Модернизм, постмодернизм, в котором мы сейчас и пребываем. То есть с тех пор с Шеллингом можно сказать, что культурная парадигма не меняется, мы в ней и живем. В проекте АУТ принимают участие профессиональные художники, которые дают комментарии по тем или иным аспектам, связанным с аутизмом в сегодняшнем мире. Это и психологическое его, и отношение общественное к нему, и состояние аутизма как реалий современного мира и условий жизни в современном мире. Это работа Тараса Палатайко, которая говорит о художественном процессе, как вообще о таинстве, которую даже сам художник подчас не понимает, что происходит, из чего рождается. И сравнивает это с бабочкой, которая в темноте летает, но всегда стремится к свету. Аутисты всегда избегают зрительного контакта. Всегда смотрят куда-то, куда-то не туда. Тарас Палатайко, опять же, у него перформанс замечательный, в котором он это показывает, это непосредственный контакт со зрителем, очень интересный перформанс. Анатолий Юльянов нам показывает мимику человеческого лица, эмоцию, как он сам определил в аутистическом режиме. Аутисты ведь очень внимательные люди. Это они кажутся очень, как сказать, очень отрешенными, да, неэмоциональными людьми. На самом деле они очень внимательны, замечают малейшие детали, в том числе и мимики. Поэтому невербальный способ общения для них очень натурален, потому что им не нужны слова, они всегда, они видят сразу, что ты хочешь сказать. И они очень деликатные люди, они первые никогда не заговорят. С ними нужно заговорить и задавать, в принципе, правильные вопросы. Тогда все будет в порядке. Вот эти видео, они сделаны в замедленном, как бы, режиме. То есть каждую секундочку ты видишь изменения в мимике, в мимическом выражении лица. Интереснейшая работа Сергея Зубенко, который работал над своей серией этой 10 лет. Это уже говорит о том, что творческий процесс требует большой концентрации и фокуса. Это тоже свойственно людям с аутизмом. Они очень сфокусированы на чем-то, на одной детали какой-то, на одном объекте. Вот пример вам жизни в современном обществе современной женщины. Ириса Горовец из Канады. Она фиксировала свою жизнь, зафиксировала каждый день из своей жизни. Что она делает каждый день? Человек сфокусирован на этом. Ну, для Алексея Сая современная офисная жизнь – это, как бы, тепличка такая для порождения таких офисных аутистов, которые без эмоций каждый день что-то делают определенное изо дня в день и занимаются одним и тем же. И сравнивают ее с популярной игрой Лемминги. Федор Александрович просто для него Наполеон – это обсession. Как по-русски сказать? Это его увлечение. Он не может оторваться от этой темы. Постоянно рисует и делает портреты Наполеона. У него их очень много. Ну, картины Игоря Коновалова, они сами по себе уже вас вводят в такое медитативное состояние. Это называется «Кто ты?», «Кто ты?». Самый страшный вопрос, когда ты спрашиваешь «Кто ты?». Не знаю, что ответить. Это все, да? Хорошо. Ну, что же я могу сказать в конце выступления? Я хочу сказать, что если вы знакомы с аутистами, у вас есть знакомый аутист, и вы имеете с ним дело, не пытайтесь переделать этих людей, не пытайтесь делать из них нормальных людей. Они такие, как они есть. И я вас уверяю, что эти люди потенциальные творческие люди. Они, наверное, вырастут либо станут художниками, либо режиссерами, либо писателями. И они вас удивят, в этом не должно быть никакого сомнения. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok